За моей спиной то самое здание. По проекту там несколько апартаментов площадью от 15 до 21 квадратного метра. Еще в момент начала стройки дольщики покупали их через риэлторов, которые в свою очередь заверяли, что данный вид помещений, апартаменты сейчас активно строятся во многих городах России и ничего страшного в статусе гостиницы нет. Немного дороже коммунальные услуги и нельзя прописаться, но жить можно. В итоге пострадавших несколько десятков. Среди них есть и пенсионеры, которые продали свое жилье в деревне и хотели переехать в город, чтобы улучшить уровень жизни. Все хорошо, будем строить, строить. Остекление во все уже шло, дом построенный был, шло остекление. Я пришла, мне устраивает как бабушки именно отдельная студия, не в общежитии где-то там. Далевки в доме у застройщика сентября люди приобрели еще в 2015 году. Заманчива была и цена от 600 тысяч до полутора миллионов рублей. Правда, люди осознавали, что определенный риск есть. Объект нежилой, гостиница. И в случае чего права дольщиков могут быть не защищены, так как строение не попадает под федеральный закон 214, который встает на сторону людей, если застройщик допустил нарушение сдачи срока. В общем-то, это и произошло. В прошлом году застройщик обанкротился, и граждане оказались в ловушке группы кредиторов и конкурсного управляющего. Суд признал непоправленную параграфу, непоправленной голове наш дом банкротом. То есть мы являемся банкротами жилых помещений, хотя это не так, дом нежилой, дом строился как гостиница. На пикете дольщики требовали приостановить процедуру торгов недостроена. Здание со скандальной репутацией никто ни разу не позарился. И по условиям новой процедуры реализации имущества ее стоимость будет снижаться на 5% каждые 10 дней. Дольщики боятся, что в итоге объект будет продан за бесценок. Конкурсный управляющий, он минимальную цену продажи выставляет совсем дешевую, 5%. 5 миллионов условно можно сказать продать дом за 5 миллионов. Но это что, дом целый, огромный, огромные площади. За 5 миллионов мы получим там может по 500 рублей, если нам компенсацию потом будет уплачивать. Обманутые дольщики считают, что выход из ситуации есть, если арбитражный управляющий увидит основания для восстановления платежеспособности банкрота. Тогда конкурсные торги могут быть отменены и включится опция внешнее управление. Она позволит людям нанять подрядчика, достроить дом за свой счет и, наконец-то, получить заветные ключи от своих апартаментов. Дольщики обратились за помощью к губернатору края и региональную прокуратуру. Они просят проверить законность проведения торгов и объявления застройщика банкротом. Мы, в свою очередь, также направили официальные запросы в ряд структур и будем следить за развитием ситуации. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.